всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале о вязании обещала я что них буду снимать видео пока не выпущу жирафика обещание свое исполнила вот очередная игрушка тянучка которая у меня получилось и наверное это пока будет последняя игрушка в этой серии что-то больше мне не приходит никакого вдохновения кого еще можно связать ну кстати если у вас есть какие-то мысли пишите подумаю как воплотить их в игрушку и в мастер-класс игрушка получилось с одной стороны похоже на все те игрушки тянучки которые были уже в этой серии это зайка и лягушка с другой стороны она несколько другая потому что если например у зайки тянутся ушки-ножки у лягушки тянутся глазки ножки то есть смысл понятен вверх тянется то уже рафика я решила сделать ручки-ножки принципе основной принцип тот же да но решила разнообразить чтобы например не рожки тянуть а ножки ручки все смешалось в одну кучу что я здесь сделала еще помимо того что тянутся ручки-ножки здесь у меня также есть деревянное колечко на ножки в одной ножке у меня пищалка другой ножки у меня гремелка и ушки-рожки слышно да у меня шуршалочки вставлены очень часто возникают вопросы что вставлять в качестве шуршалки я использую обычный пищевой рукав для запекания во первых он пищевой во вторых он для запекания то есть он можно стирать и не бояться там высокой температуры ну и в третьих он очень даже хорошо пищит шуршит то есть я сворачиваю несколько сложений и вставляю в детальки в любые детальки в принципе можно его вставлять так что вот такой жирафик у меня получился ссылочки оставлю на мастер класс под видео в описании повторюсь что описание находится под видео нажимаете кнопочку еще да сейчас youtube несколько изменил свой интерфейс и сразу не видно ничего что находится под видео нужно нажать кнопочку еще и вам выскакивает все 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 что есть у меня в описании там я обычно оставляю ссылки на мастер-классы ссылки на свою группу вконтакте ссылки на бусте на магазин на ярмарке мастеров кстати очень часто спрашивают почему я продаю то ли или иную игрушку вот по ссылочке на магазин на ярмарке мастеров можно перейти и увидеть все мои цены потому что ну например если я снимала видео год назад то естественно сейчас те цены которые я могла ответить в комментариях они далеко не актуальны бывает что потенциальный покупатель увидеть что я в каком-то комментарии отметила что у меня там погремушка стоит 500 рублей а сейчас она стоит уже 590 рублей и почему-то очень сильно удивляются и обижаются когда я пишу уже актуальную цену и а вот мы видели у вас что она стоила 500 рублей игре ну наверное этого видели год назад такие цены ну вот почему-то народ не совсем понимает поэтому я решила что цены в комментариях я писать не буду если кому-то это актуально я понимаю что кто-то мониторит рынке чтобы самому определиться по какой цене продавать кто-то вот например потенциальные покупатели переходите в магазин на ярмарке мастеров там все цены ну и запрещенная сеть тоже там все цены есть но единственные ссылки я на нее не оставляю скажу так что одноименное название с каналом как-то так так что вот такие мастер-классы у меня готовы на тянучке если есть у вас еще мысли кого можно связать пишите но у меня есть еще мысли кого можно связать но я пока не очень сильно вдохновилась этими зверьками поэтому если вдруг что-то интересненькое вы напишите я подумаю как это сделать так что вот как-то так мне еще нужно сюда связать лягушку потому что лягушки у меня в наличии нет и устроить все этой тройки фотосессию чтобы получилось они на одной фотографии все три зверька у меня были так давайте уберем принципе кроме как выпустила мастер-класс больше никаких у меня особых продвижений скажем так не было у меня забрали из наличия набор зайка в розовом цвете сейчас ставлю фото вот этих зайки сейчас очень популярны это на зайку в платье это бесплатный мастер-класс просторов интернета юлия днн погремушка это мой мастер-класс давайте ссылочку тоже оставлю на нее у меня сейчас из наличия разобрали всех этих заек еще и периодически заказывают поэтому нужно наверное опять наделать на наличие также вот у меня заказали такую же зайку только в таком не знаю сейчас покажу вот в этом цвете сейчас фотографию тоже вставлю увидите у меня была фотография набор органайзер зайка и погремушка зайка у меня купили отдельно органайзера погремушка остался но вот сейчас у меня забрали органайзер и к нему тоже попросили сделать зайку такую же вот в этом платье поэтому вот еще один набор зайка у меня уехал домой дальше у меня был в заказе набор бегемотика в желтом цвете давайте вставлю фотографию также кстати спрашивали по поводу не собираюсь ли я делать мастер-классы на бегемотиках ну как-то не очень меня этот зверек вдохновляет и мотивирует если честно я не представляю что можно нового придумать но вот он есть бегемот он и есть бегемот поэтому пока нет не собираюсь вот этот набор я делала по бесплатному мастер-классу с запрещенной сети и получается что бегемотика я вязала по тому мастер-классу а на погремушку я просто взяла голову от того мастер-класса ничего абсолютно не изменяла он полностью идентичны поэтому моего мастер-класса пока на бегемотов не предвидится вижу по готовому в принципе он меня устраивает он легкий игрушка получается небольшая и тем самым недорогая поэтому периодически ее заказывают ну и также у меня связалась два органайзера вот этот на заказ к нему еще вяжется зайка погремушка и зайка с плюшка с длинными ножками и этот на наличие на органайзер и на сердечко у меня есть мастер-классы давайте также оставлю ссылку единственное я уже в каком-то видео рассказывала что я теперь органайзере вижу несколько по-другому чем в том мастер-классе потому что как некоторые замечают и мне пишут я указала видео что на органайзер уходит ровно один моток но в зависимости от цвета иногда бывает что остается а иногда бывает что наоборот не хватает вот например белоснежный кокос всегда остается вот вот вообще всегда остается клубничное суфле остается моточек а вот например некоторые цвета ну вот не знаю из тех которые редко вижу ну вот вот этот наверное может быть не остался бы но не суда получается что в в отличие от цвета в зависимости от цвета бывает что хватает бывает что не хватает я не знаю почему так делают по идее это намотка должна быть по метражу ну вот почему то так поэтому что я сейчас делаю у меня тут идут прибавки до 42 петель потом идет 9 рядов без прибавок и без убавок и дальше я начинаю делаю 4 петли смещения и начинаю вывязывать ручки вывязала ручки и в прошлом мастер-классе как я вязала изначально я еще провязывала ряд даст до ручки а потом только вот с этого момента начинала делать обвязку полустолбиками сейчас что я делаю я довязываю ручку и десятый ряд я не вижу я сразу начинаю делать обвязку то есть у меня нет вот этого еще одного ряда сделала обвязку сделала обвязку ручек и в этом случае пряжи хватает всегда вот не было у меня еще ни одного моточка чтобы не хватило на доделать органайзер ну и на сердечко хватает пряжи в принципе тоже всегда поэтому я вот решила делать таким образом в принципе мне даже больше нравится потому что видны пуговички в прошлом варианте пуговички они закрывались вот так вот были поэтому вот новенький мой вариант вязания органайзеров по моему я уже даже в каком-то видео рассказывала но все же смотрят мастер-класс надо наверное переснять мастер-класс а тот удалить чтобы не смущать никого но вот имейте ввиду что да принципе наверное как и у любой другой пряжи в мотке бывает разное количество метров разная намотка бывает и очень даже сильно различается так у меня еще есть один моточек бисквита цвет пломбир молочный надо связать органайзер на наличие у меня кстати сейчас как-то так получилось что все органайзеры с наличие примерно вот в одном оттенке то есть это у меня есть белый у меня есть вот этот айвори у меня есть перламутр и вот бисквит то есть от белого до кофейного не знаю как этот цвет он даже не кофейный он бежевый просто наверное кофейный темнее и все они в одном примерно оттенки обычно я там все равно делаю какое-то разнообразие но вот такие оттенки их заказывают и из наличия забирают чаще чем например розовый или голубой поэтому видимо так сложилось что заказывала смотря какой будет он пользоваться спросом или нет давайте теперь покажу что я хочу сделать но вот прозаик в платьицах я уже сказала хотя бы один комплект нужно сделать на наличие идеально конечно два вообще я хотела им точно так же сделать им фотосессию разных в разных цветах навязать комплектов но они все-таки трудозатратные по времени поэтому пока не знаю есть у меня вот такая погремушка в наличии у меня к ней идея связать в этих цветах набор осьминожку осьминожку только основной цвет будет мятный а дополнительно белый все-таки вот в наборах игрушки разбирают лучше увидят да уже что можно и разбирают лучше хотя вот у меня есть например вот этот зайка набор к этой погремушки надо наверное их отфотографировать и выложить точно так же дальше у меня есть вот этот мишка у меня три погремушки мишки сейчас наличие но я вот хочу именно к этой погремушке наверное весна действует ярких цветов хочется связать мишку в комбинезоне я уже перед новым годом несколько штук вязала два или три давайте вам ставлю фотографию напомню как они выглядят и одного у меня заказали просто прислали фото попросили связать такого я связала нашла мастер-класс связала и потом у у меня еще был но один заказ точно мне кажется два заказа было именно вот на эти в комбинезон чеках мишки вот хочу связать в этих цветах тоже в комплект к этой погремушки потому что медведи как-то у меня комплектов нет вообще именно мишка погремушка и мишка большой ну это вот планы на ближайшее время там конечно же смотря как будут заказы заказов сейчас не очень много но тем не менее они периодически там несколько штук в неделю все равно случаются что-то я еще хотела рассказать вот каждый раз говорю себе напиши план видео не могу вспомнить ну ладно если вдруг вспомню тогда буду писать следующем видео расскажу кстати следующее видео не знаю когда выйдет скорее всего на следующей неделе видео не будет ну я постараюсь его отснять но не обещаю потому что у мужа отпуск и у ребенка начинаются каникулы все будут дома когда все дома я снимать не могу поэтому если не получится то тогда буду вязать и уже там через неделю например в понедельник когда отправлю всех тогда уже вам покажу что я навязала и еще у меня просьба подкинуть мне идеи для новых видео какие бы вы хотели темы обсудить или например в также в во влогах одного дня чтобы я что-то рассказала может быть какие то вопросы у вас есть вот прошлые по моему осенью у меня была серия видео с вопрос с ответами на ваши вопросы там много пользовалась популярностью многие задавали вопросы поэтому может быть у вас есть какие то вопросы на которые вы хотели бы давно ответ может быть вы хотите именно на какую-то определенную тему видео длинное потому что у меня есть большая задумка снимать больше чаще вернее видео но я вот сейчас начинаю потихонечку продумывать помимо влогов на какие же темы мне еще поснимать видео но пока идея у меня не очень много мне кажется что не не интересны будут те темы которые мне пришли в голову по крайней мере пока что на данный момент поэтому если вдруг у вас есть какие то запросы к моим видео пишите я постараюсь снять давайте ссылочки на с ответами на прошлые вопросы я оставлю может быть кто-то что-то найдет для себя интересное все на этом буду заканчивать всем спасибо огромное за просмотры всем пока пока